Всем зрителям канала огромный привет! С вами я, Владимир Белов. Сегодняшний ролик будет из рубрики «Ответ на вопрос». Под одним из предыдущих роликов был такой комментарий. «Расскажите, Владимир, про ваши трактора». Так что сегодня мы расскажем вам про свои трактора, которыми мы пользуемся. Выполняем свои работы сельскохозяйственные, про нашу и малую механизацию. Я уже часть роликов снимал на эту тему. Несколько лет назад я выпустил ролик. Он будет в описании под этим видео. Дед и его самодельная машина. Часть этого ролика. Они правили, они руководили. В сталинское время их уже грешным делом посадили бы. Она шла там, где конь тонул. Они будут мою пыль глотать. Ну, я как шурнул. Платформа вот, вешалась. Человеческий кум один одной сделает. А второй, глядя, другой сделает. Да их судить надо было. Я говорю, пристали на них все сезали. Я сейчас ставлю после... Расскажите, на чем вы раньше сено косили? Руками косили. Потом сделал косилку конну. Мотор поставил, зидик. Ну, зидик слабоватый. Потом мне мотор продал. Велесенок Паша, там, Федоров. Зидик-то как ставили мотор? Была полурама, наверное? Ну, ну, все это дело. Вы сами управляли? Да. Самоходная она была. Самоходная, ага. Ну, а это вещь, потом двухцилиндровый У-2 поставил. Хороший мотор. Ага. И тянул большую косилку, эту платформу тянул. Ну, вещь, что переезжать далеко. Трясет на косилке. Мы же привыкли, как машина туда залететь. Так у вас большая была платформа на конной косилке-то? Большую ставил, когда косил гриву. А так, когда дурбень косил, маленькую ставил от конной. А дурбень, что это такое? Ну, это знаешь, не хуже. Там бывают и старье, и... И большая, и маленькая трава. Ага, такая. А потом уж я косилку сделал с ГАЗ-51. Спасибо. Завгар у нас был, Филистов. На машину пожалк списали. Я говорю, только так и так. Ну, забирай. Ну, я забрал, притянул. А ее же нельзя. Тогда же не разрешали. Особо техника была. Так вот, снял там проводку, все это поснял. Раму обрезал. Газовский мотор, все это, платформа большая. Ну, хорошая косилка была. И ездит хорошо, мягко, и косит. Все косило. И знаешь, что? Я сколько косил, я ни одной пилы не порвал. Собрал из чермета. Да. Так, так она у вас жива осталась? Стоит дома. А конная косилка-то жива или нет? То потом продали. У отца стояли, а там места мало. Но ее и не надо. Продали дядю Павелу. Понятно. Так, ну что? Покажете нам свою самоходную косилку. Ну, пожалуйста, посмотрите. Ну, пойдем. Так, мои родители заготавливали сено на самодельной машине. Потом, со временем, со временем, когда наступила перестройка в стране, когда у людей скопились огромные суммы денег на, как говорится, у кого-то, кто помнит те времена. Кто помнит те времена или тот, кто знает про рассказы своих бабушек, дедушек, своих родителей. У каждого практически тогда жителей России было на книжке по нескольку автомобилей, так сказать. Вот вы купили трактор маленький Т-25. А что вы не купили Т-40? Ну, когда их продавали? В одно время продавали. Но надо было в Т-40 ехать в Лепецк. Объявление все было, адрес был. Ну, я говорю, поехали туда. Да ну, а тогда еще тракторов не было. А ну этого хватит. Ну, мы рады, что это купили. Когда шла перестройка, еще до... Начали продавать трактора жителям деревень, простым жителям. Вот мой папа работал тогда водителем хлебовоза. Возил хлеб по деревням нашего сельского поселения. И там, общаясь с большим количеством народа, узнал, что стали продавать трактора. Несколько человек нашего района купили трактора Т-25, новые, прямо с завода. Он связался с этими людьми, поговорил, узнал весь механизм, вот этот, как это все происходило. Написал, взял телефон и написал на завод письмо, созвонился с заводом. Ему дали адрес, рассказали, как, что. Он сделал заявку. Здесь нашел единомышленников в деревне, тем, кому нужны были эти маленькие трактора Т-25. Представляете, новый трактор Т-25 с завода Т-25. Новый есть новый, тем более. И по тем временам, короче, денег было у всех много. Они поехали, съездили, купили, приобрели. Три трактора в деревню пригнали. Знаете, что, допустим, дрова возить, ты сам знаешь, на тележке полторы-то вот эти раздатчики-то были. Он утянет свое, никогда не оставит. Сено возить, ты сам видал, или у человека сделано, по-человечески, волокушек стоит. Ну, а сейчас же много этих всяких агрегатов продаются, фрезы. Ну, на нем, ты знаешь что, на нем ехать и приятно, но удалось. Косилки, грабли, толкающие волокуши, там, что-то еще. Все это с металлолома было взято, собрано, откалибровано, собрано. Ну, вот, работали вот этим. Потом, по прошествии какого-то времени, уже у нас хозяйство как стало? Вот, приехали, скосили, столкали это все. Приехал трактор, все это дело с металл вечером, с тагомет. Ну, нормально все было, хорошо. Потом наступили такие времена, когда, правильно выразиться, уже туговато стало с вывозкой сено, туговато стало с тем, с другим. Мы начали задуматься, что нам нужен какой-то трактор, вот, уже такого большого класса, или Т-40, или МТЗ, или ЮМЗ, для того, чтобы вывозить сено. Ну, и доставлять его, вот этот, в осенне-зимний период, домой. Стали штудировать рынок, интернета тогда еще не было, такого в деревне газеты только были, рынка Авито тоже не было, были газеты из рук в руки. Ну, короче, с помощью наших родственников в городе Омске, они там нам нашли трактор МТЗ-80. Ну, и мы тогда, на тот момент, откладывали деньги потихоньку, там, что-то с продажей животных, что-то с продажей овец, свиней, потихонечку, копеечки, копеечки, откладывали деньги. Ну, и в какой-то момент, вот, звонят родственники, говорят, все, мы нашли вам трактор, приезжайте, посмотрите. Съездили мы несколько, несколько было объявлений с папой, съездили, посмотрели трактора эти. Что-то было без документов, что-то было в неприглядном состоянии, качество было плохое этих тракторов. Ну, и, короче, что-то мы там нашли, подсмотрели. Ну, вот, так у нас появился трактор МТЗ-80. Вот, кстати, обзор на трактор можете, тоже есть на канале, ссылочка будет тоже в описании под роликом. Заходите, смотрите. Вот, и мы обходились трактором Т-25, МТЗ-80, а уже вот эта самоходная машина, она была, можно сказать, на подхвате, ей уже перестали пользоваться. Ну, и потом уже, как появился трактор МТЗ-50, вот, за моей спиной, это уже, когда стали валиться колхозы, совхозы. Наш колхоз, он был акционерным обществом, закрытого типа, у всех были акции. Ну, и когда пришло время, вот, люди стали собираться в собрания, акционироваться, так сказать, выделяться, выделять свои крестьянско-фермерские хозяйства, выделять паи. Вот, ну, и вот, дошла очередь до моего папы, он тоже так походил на собрание и сделал, сделал такой вывод, нет, ребята, я вот хочу выделить свой пай, взять свои земельные доли, земли, которые сейчас у нас есть, этой земли мамы с папой, и вот, взять свое имущество и заниматься сельским хозяйством своим, вот, своей семьей. Вот так у нас появился трактор МТЗ-50. Дело в том, что этот трактор мы, отцу достался совершенно бесплатно, достался как бесплатно. Когда разваливался наш колхоз, совсем разваливался из него, выделялось несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Был он по состоянию металлолома, не было колес, не было, ну, был разокомплектованный, трактор стоял несколько, некоторое время в гараже, с него, как с донора, использовали его, как с донора, там, снимали колеса, снимали, там, какие-то насосы топливные, гидравлический насосы, еще там какие-то мелочевки, трубки, то все, ну, вроде как бы был в комплекте, основное все, ну, а в целом, был разокомплектованный, вот. Короче, отец его взял на свои акции, притащил его к себе домой, ко мне домой здесь, вот он у нас здесь, наверное, сезона два стоял, мы его потихоньку собирали, что-то покупали, новое, что-то покупали, у нас на то время было, в райцентре был магазин, такой, как продажи стареньких запчастей, люди приходили туда, сдавали свои какие-то интересные вещи, железки, сварки, какие-то запчасти, электромоторы, там, еще какие-то, такую мелочевку, можно было, там, договаривались, комиссия, магазин брал себе какую-то комиссию, ну, а, короче, мы там покупали вот, вот эти всякие запчасти, мелочевки, ну, вот, через два, наверное, года мы его собрали, собрали, запустили на ход, ну, и вот он до сих пор трудится, трудится у нас, потихонечку приносит нам, делает облегчение труда, потом потихоньку на него купили, через два года, однако, Кун, Кун покупали тоже не новый, Кун покупали тоже старенький, бэушный, с Куном тоже потом через какое-то время, там, сделали ему небольшой ремонт, поменяли сначала одни цилиндры, потом через какое-то время, через год или два другие цилиндры поставили, так что вот так вот у нас появились эти все трактора, на все трактора есть документы, и на МТЗ-80, на Т-25, и на МТЗ-50, все стоит на учете. Ну, вот так вот, такая, наверное, такая вот история появления у нас тракторов вот этих наших, вот, они, конечно, существенно облегчают нам жизнь, облегчают заготовку сена, выполнение наших каких-то работ, покупать новые, на новые, не знаю, даже и тогда, и сейчас просто не хватает денег, не хватит денег, это надо вступать в какие-то программы, быть, осваивать вот эти, так сказать, государевые деньги, писать какие-то госпрограммы, гранты, что-то еще для того, чтобы вот участвовать в этих, ну, а это вот, на свои заработанные средства, купленные, в принципе, так, наверное, все делали, покупали, когда-то что-то новое не осилишь, а такое бэушное, там что-то можно купил, потом потихоньку подделываешь, потихоньку что-то подстраиваешь, делаешь, ну, вот так, надеюсь, это вам было интересно, мой рассказ, пишите комментарии, задавайте вопросы, да, еще раз повторю, что ссылка на будет в описании под роликом, на ролик про трактор МТЗ-80, обзор его, и на дедовую машину, деда самодельную машину, вот, так что, так вот, ну, а про трактор МТЗ-50 на канале у меня вот так вот роликов, так что заходите, смотрите, листайте, там за несколько лет собралась огромная, я веду, наверное, подробно, может быть, не совсем подробно, дневник, рассказываю, сколько там, как, чё, чё ломается, чё не ломается, в принципе, я не работаю сам на нем, не нанимаю трактористов никаких, да и у нас и нанимать некого, техника берегется, где-то бывает, лишний раз ездишь, вместо одного раза рейса делаем два рейса, чуть поменьше нагрузим, чтобы было полегче, ну, вот так вот, ну, трактор стоит, ждёт своего часа, у нас на днях обещают небольшое потепление, наверное, заведу, заеду, пододвину рулоны с сеном, подвезу побольше, получше, может быть, мы посмотрим, если гидрометцентр нас не обманет, то обязательно заведём, вот так, всё, на этом всем пока, подписывайтесь на канал, всем удачи, огромного здоровья, сибирского здоровья, хочу пожелать вам кавказского долголетия, ну и, конечно же, хорошей погоды и мирного неба над головой, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok